День Победы Действительно, для нас очень важно. Мы каждый год в День Победы на Мемориале. Важно чтить. У нас молодые ребята играют в хоккей, которые поколения уже следующие, но они помнят, ценят и живут этим. Это важно для всей страны, для примера и для нас. В этом году, 9 мая, у хоккеистов выходной. Накануне три игры сборная провела феерично, сохранив свои ворота сухими и забив 20 шайб. На кладбище Беспьеберг в Копенгагене они приехали в полном составе. Рядом со всем молодыми игроками опытные, можно сказать, ветераны сборной. Нашему капитану Павлу Датюку в этом году 40. Немало по хоккейным меркам. Но он в строю. И пример мужества, и профессионализма. Владимир Владимирович Юрзилов, легенда советского хоккея, тоже здесь в качестве эксперта и наставника. Много лет проработав в тренерском штабе сборной, он знает, какими непростыми всегда получались игры в это время. Я вам скажу, до слез был момент, когда я смотрел матч в Кельне. Датсук Паша забил решающий гол с немцами 8 или 9 мая. Понимаете, тяжелейший матч. Понимаете, когда вот это... Многие не понимают еще значения вот этих матчей сборной в это время. 8, 9 мая. Потому что мы готовились к этим матчам всегда очень... Ну, мало того, что мы сами изнутри, но и была очень серьезная подготовка. И, в общем, нас и накачали хорошо, и мы сами, и ребята. То есть для нас это всегда было и праздник, и испытание. В 45-м Владимиру Владимировичу было всего 5 лет. Сейчас, в свои 78, пройдя такой долгий путь в хоккее и в жизни, он не может сдержать слез, когда слышит песню «День Победы». О, хорошо, что вот традиции продолжаются. Вот, ребята, надо знать. Спасибо вам. Спасибо. Громко, но надо знать, за кого мне играть. Иван, Михаил, Валентина, Степан, Яков, Шакветьев. Русские имена на скромных мемориальных плитах со звездочкой здесь, на датской земле. И везде дата захоронения – 45-й год. На кладбище Беспеберг в Дании, в городе Компенгаген, находится крупнейший воинский некрополь в честь воинов-освободителей, в честь советского солдата. Посольство России в Дании каждый год 9 мая проводит здесь возложение цветов в честь Дня Победы. Но в этом году церемония получилась особенно многолюдной. О том, что российские хоккеисты, выступающие на чемпионате мира, планируют посетить мемориал, объявили заранее. Поэтому приехало и много журналистов, болельщиков, неравнодушных жителей датской столицы. Чтем традиции, потому что для нас это победа, это память, это все для нас. Поэтому мы здесь. Огромное спасибо нашим ребятам. Мы всей Дании болеем здесь. И русское общество в Дании, председателем которой я являюсь, мы поздравляем их с праздником, с 9 мая, с Днем Победы. И желаем новых побед. Нам было очень приятно начинать свой день смотреть по картине ТВ парад. И мы были очень удивлены, когда мы увидели, что картина ТВ принимает участие в возложении цветов к празднику 9 мая нашим солдатам. В церемонии возложения цветов приняли участие ветераны датского сопротивления и представители русского общества. Они соблюдают честно свои обязательства перед нашими красноармейцами. Все захоронения, все могилы, все памятники в полном порядке. И такого явления, как вандализм, здесь не существует в отношении наших советских захоронений. Это очень правильно. После церемонии и общего фото на память сборная России по хоккею отправилась в отель. На вечер у команды запланирована тренировка. Завтра у наших хоккеистов очередной соперник на льду – сборная Чехии. В 20.15 прямая трансляция на Матч ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова